Из кем такой районы Приветствую всех на YouTube-канале Neverstop Сегодня у нас будет вызов Вызов двух чахоток 1.4 литра Божественной Camry 3.5 на чипе Причем чип от официалов Это теоретически 301 лошадиная сила Сшитой уже коробкой Потому что машина у нас в версии GR Ну то есть как бы все серьезно У нее черная крыша и черные зеркала Это значит, что она более быстрая и мощная, чем обычная При том, что мощность та же самая, ну то ладно В общем, что у нас с соперниками Это Volkswagen Syroco 1.4 литра Twin Charge 160 сил, по-моему, с завода, если я не ошибаюсь Машина изначально была, когда я приехал в Питер Зашита в Еврокоде Машина на механике Зашит был у нас Stage 2 Машина с доунпайпом И машина ехала божественные 23 с лишним секунды 100-200 Рекордно 24 она ехала с лишним стабильно После чего я перешил машину на AGP Motorsport И со второго файла машина поехала рекордно для себя с владельцем за рулем 8.3, если я не ошибаюсь Ой, 18.3, извиняюсь 18.3 секунды, то есть что уже как бы гораздо быстрее Ну, как мы видим, у нас стоит простецкий впуск Там стоит доунпайп и все, больше ничего нету Механическая коробка переключения передач Вес автомобиля тонна 350 примерно, если я не ошибаюсь То есть может тонна 400, это потолок Закрылся Что у нас с камрюхой? С камрюхой все просто То есть машина куплена, новая абсолютно Официалы зашили ей, получается, стейч один на 302 силы, если я не ошибаюсь Стандартный двигатель 300 на сила, сшитая коробка должна, должна поехать 100-200 в 17 секунд Поедет ли? Вопрос Будем сегодня мерить, будем проверять Потому что чип, который мы шили в Курске на аналогичную машину Без чипа коробки ехал стабильно 17 На заводских колесах Колеса те же самые Поэтому прям интересно будет посмотреть Что получится Кстати, вот забавная история Когда я снимал много видосов про источник мощности И то, что они нифига не едут Вот мы одного человека отговорили Ехать туда и тратить деньги попросту И вот глянем, что официалы нашили Если поедет 17-17 с небольшим Вообще пушка, тем более с сохранением гарантии, между прочим О, у тебя нормальная скорость будет, все Да, все Да, давай, не попадешь, я попаду Сигналь Поехали Вы так долго друг друга подождали Ай-яй-яй Ай-яй-яй Первую воткнул Зачем сел? Сел по одной простой причине Ну, типа, вместо третьей, первой втыкать Это сильно, это раз Два Вы, конечно, не понимаете, какой длины дамба Но, типа, мы проехали в одну сторону и ни разу не заехали То есть, вот чтобы вы понимали косяк Потому что, как бы, когда человек редко гоняет Не владелец РК, а владелец Камри Он не понимает, что ему делать И в итоге они друг друга вообще не могут понять И проще сесть мне и подстроиться под Камри Нежели сейчас кататься час и привыкать друг к другу То есть, обычно я сажусь именно из-за этого Нормально идем 160, Камрюха пошла В передней двери 200, мы в задней двери Он бросил Можешь попробовать третью, вторую тоже до 7 крутануть Это 110, 120 Блин, еще одна поливалка, да вы издеваетесь Так поливать, господа товарищи, поливальщики Так, не, я бросил все Это уже, они сильно много воды налили Это не вариант, но это жесть Нажимаю после третьего Не на третьей, как обычно Потому что чувак вообще не привыкший Ну и как бы, не вариант Перемешивания Включаться с ним по-хитрому Скажем так Ну, 200 200, вот мы у него в задней двери Даже еще не в бампере 220 скорость Все, бросил там трафик Тормозов у тебя по-прежнему не особо Да, потому что диски не поменял Я только колодки То есть, что у нас получается? Получается божественная камрюшка настоящий один Уезжает от твин-чарджа на механике всего лишь Ну вот так мы едем Ну вот, каждый заезд Ну круто, блин, круто, согласитесь То есть, как я сказал в начале видео Чахотка на 1.4 реально может Но при этом расход в два раза меньше Понимаете? Он в два раза меньше А это все-таки серьезно А сейчас мы поедем Заедем со Шкодой Stage 3 На этом же самом сырке А потом уже Шкода у нас заедет с Camry Ради интереса посмотрим, что получится Кстати, если вы до сих пор не знаете, что стоит в Шкоде Stage 3 Посмотрите, пожалуйста Шкода Rap ID Она же Rapid С ней все самое интересное Это Stage 3 Достаточно такие суровые извращенные Stage 3 По одной простой причине Почему? Вот представьте себе Родной двигатель 125 лошадиных сил Шьется там на Stage 1, Stage 2 170 лошадиных сил Здесь сейчас порядка 220 Но есть некоторые косяки по сборке Если их устранить Машина поедет лучше И мощность будет больше Так вот представьте себе Эту смесь верблюда с носорогом У нее стоит турбина ИС-12 Это Шкода Октавия А7 180 сил с завода Да, стоковая Переделанная И холодная Крыльчатка стоит от ИС-38 То есть представьте себе Корпус ИС-12 Массенький вот этот корпус С огромной крыльчаткой ИС-38 Это сурово И поэтому машина спулится несколько странно Лучшее время автомобиля 15-8 100-200 Среднестабильное Не знаю, сегодня вот посмотрим Ради интереса Помимо этого У нас есть еще нюансы Неучтенные в сборке Которые надо будет переделать То есть вот здесь у нас Стоит коллектор Впускной стандартный Внутри которого Стоит жидкостный интеркуллер Заводской Но он сейчас полностью отключен Соответственно он не греется Дополнительно от охлаждайки Но Турбина начинает дуть Все идет по патрубкам Доходит до фронтального интеркуллера Который у нас установлен И после фронтального интеркуллера Втыкается еще в штатный интеркуллер То есть вот этот недочет Надо будет позже устранить Она станет чуть получше спулиться Чуть подольше дуть И возможно поедет еще побыстрее Может даже из 15 Потому что это на самом деле Конструктивный косяк Такой конкретный По турбине Почему такое извращение Многие скажут Зачем так извращаться Ткнули бы просто из 20 И радовались бы жизни Возможно да Возможно нет Достаточно бюджетный вариант Поэтому почему бы не попробовать Потому что тут Вся суть в том Что это вышло недорого Да все Я приключаюсь И он уезжает Сейчас тачка нормально едет Вариантов нету Все хорошо Кузов точно Два Двести Он бросил Это 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 А Просто Мокрые ладушки Я сижу И без мата не могу Это Ах Он смотрит Если увидишь Достаточное количество просмотров Ты мне должен И мы договорились так Что если он увидит реально Достаточное количество просмотров Он мне дает эту бэху На два дня И мы с вами И мы с вами можем взять Быстрые едущие ваги Для того чтобы Разнеси ее в клочья Потому что Обычно Господа На бмв м5 Тем более Компетишн Они не соглашаются На заезды С реально быстрыми вагами Так что все в ваших руках Переходите Посмотрите видос На канале Родиона Ну и обязательно В коментах Отпишитесь Про его ошибки Косяки Что вам понравилось Что вам не понравилось А мы дальше погнали Смотреть заезды овощей Все Снимаешь Сейчас ради интереса Поменялись С операторами В плане чего Владелец Сирока С фотиком сел В Рэпайди А я сижу здесь С владельцем Камри Потому что Получается Мы такие еще более-менее худенькие Ладно Ты так совсем Я еще чуть-чуть жирненький А они там вдвоем Как два самых крупных Посмотрим что-то изменится или нет Потому что Машина тяжелая Точнее не тяжелая Ей тяжело Это 1.4 мотор Давай снимай заезд Посмотрим Как она сейчас пойдет Я сказал Я уже сказал Моё пузико сделает То что надо Сейчас Добавил Парик Нет Разница Я говорю Вот Короче На самом деле Все очень просто Мне кажется Если бы мы Ездили с Плюс-минус Одним весом Пассажиров Водителей Да С Камрюхой Мы бы уже чуть иначе Проехали Потому что мы от него Отставали на 3 кузова К 220 Мы сейчас ехали 250 Он не догнал Прикольно получилось вообще Блин Короче Если вы тюните свой 1.4 Проще облегчайте Его Это вам даст больше Чем весь тюнинг То есть Stage 2 И максимальное облегчение Легкие колеса Что-нибудь лишнее выкинуть из салона Похудеть в конце концов То есть если вы такой Крупный парень Это повод Похудеть Чтоб тачка ехала быстрее Когда у нас настолько сильно Прыгнули цены Даже на резину Знаете почему Как оказалось Якобы сильно подорожал металл И металл который используется в корде Корд Я думаю все знают что такое корд Из-за этого все очень сильно подорожало Я решил не париться Девушка у меня ездит спокойно По городу в основном за город не выезжает Я взял нашего отечественного производителя Вяти Бриан Нордика 185 65 15 3200 рублей Пусть ездит все в удовольствие И не парится Я на самом деле уже не раз Беру бренд Виати Мы брали как-то лысым Виати кстати Отлично до сих пор машина на нем ездит Причем там все сезоночка была Брал еще как-то шипы Я по-моему деду Дед на них отъездил Тоже все было отлично И вот опять 2021 год 2-2 года спокойно поездите Может даже и 3 Продадите ее дальше Еще человек поездит А вы опять возьмете такую же свеженькую И будете радоваться жизни А я пока пойду Искать где переобуть вот это чудо Искать где переобуть вот это чудо 15-94 Ребята это реально самый едущий чип Что я на данный момент видел Вот это результаты Стабильно причем А то поливалка видимо меня притормозила Очень сильный напорник Вот это результаты Вот сейчас владелец счастлив будет Для тех кто сомневается Уклон Ровно Это дамба детка Это дамба Это офигенное время Машина едет реально достойно Коробку бы конечно как-то перенастроить По дебильному работает Но коробка стопс В любом случае результат налицо Я сделал все что мог Поэтому позже померяем шкоду Рапид посмотрим как поедет она Подъезжай к нему Давай сигнал Дааааа Шкода Рапид удивляет Все, тормози О, ты ему еще уступил чуть-чуть Давай Все, одна передача Двести тридцать Двести сорок Двести пятьдесят Пусть у тебя ну край Все Тормози 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 Только не жестко Тормози Тормози Не, ну долго спулиться конечно Но ровно поехали Все, третий кончается И ты уезжаешь На четвертый прям пошел Пошел Как там в одном из видео было Чувак на камре с компрессором Давай коврюшка Почти до Талова поедем Двести десять Двести двадцать Двести двадцать Двести тридцать Двести тридцать Тормози поток До Талова не получилось Ребят, поток Поток, а на камре Тормоза такие, что ну бы нафиг И так Ваши ставки Почти Пятнадцать восемнадцать 0,1 секунда разница Банально погрешность замера И это все так же Тупо по ровному Вот тупо по ровному Вот этим не нравится всем дамбам Очень ровное сооружение Никаких корок вам, ничего Все по честному Едет Шкода? Едет Ваша так едет? Не едет Я считаю достойно Достойно Есть свои минусы Есть свои плюсы Но достойно Как вы могли заметить В современном мире На 1,4 моторах Можно более чем Составлять конкуренцию камре Что при заездах с места Что при заездах хода Но вы никогда в жизни Не составите ей конкуренцию В цене Камрюха в цене не упадет никогда При нынешней ситуации Она будет только дорожать И получается, что В покупке камре тоже есть смысл То, что вы ее купили Вы имеете вполне Хорошую динамику Вполне хорошую отзывчивость На газ Да, там простой салон Да, там шумно Да, там нет подвески Да, там вообще нет тормозов Но Она Ну как Коробки на них на самом деле Ломаются Но за счет того Что у нее вот этот культ Камри Культ дикой надежности Вот вы ее купили там За 3 миллиона рублей Допустим, да Я не знаю сейчас на них цены Вы ее продали за 3 300 За 3 400 Через год Легко При нынешней ситуации Вы купили Рапид Там по нынешним ценам За миллион пятьсот Допустим, да Вы его никогда в жизни не продадите За эти же деньги Никогда Только дешевле Без вариантов Раньше эти машины Вообще сильно в цене Теряли, да Относительно Камри Сейчас наоборот Камри набирает А они теряют В этом есть плюс на Кам Плюс на Рапиде в том, что Вы имеете Мотор 1.4 С небольшим расходом Вот на таком тюнинге Который реально бодрогий Да, все сейчас скажут, что Блин Он быстро помрет Ребят Время покажет На данный момент статистики нету Может он отъездит очень долго Может помрет буквально завтра Всякое может быть В любом случае Спасибо, что смотрели видео на YouTube Канале Neverstop Обязательно подписывайтесь Новых людей, которые смотрят много Подписывается из них очень мало Непонятно почему Хотя бы просто оставьте комментарий Почему вы не подписались на канал Мне прям очень будет интересно Я попытаюсь еще улучшить эту ситуацию Всем спасибо Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok